Приветствую всех, братья и сёстры, и все, кто видит и слышит наше служение, эту запись. Я благодарю Бога, что сегодня могу вместе с вами делиться размышлениями о Слове Божьем. И благодарю Бога, что могу делиться о Иисусе Христе, о том, что сделал Он, о том, что Он совершил. Как трудно было бы нам делиться тем, что мы делаем, если бы мы себя проповедовали, как было бы трудно нам и невозможно. Но когда мы проповедуем Иисуса Христа, тогда всё возможно, потому что всё возможно нашему Господу. Я хочу сегодня поделиться размышлением таким стихом, Евангелие от Луки, 17 глава, 33 стих. «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит её, а кто погубит её, тот оживит её». И вот, кажется, такой короткий стих, так мало слов, но так много смысла, так много переплетено в этих словах. Один мотив разрушается, другой мотив открывается. Одна цель разрушается, другая цель открывается. И так трудно бывает как-то сразу понять, о чём говорится здесь, о чём это говорится, и как вот применить какие-то усилия, старания в том, чтобы совершить это, как это погубить душу, и что является целью, что является средством, как разобраться здесь в этом вопросе. И вот очень часто мы так кидаемся сразу же в такие старания, в такие усилия. Если сказано «погубить», значит, надо погубить душу, значит, надо губить. И мы стараемся как-то в этом направлении усилиться, но не понимаем того, что главная цель этого стиха, этого послания, она как бы в конце подчёркивается. А кто погубит её, тот оживит её. Главная цель этого стиха, чтобы оживить душу. И мы видим, что человек, который не имеет этой цели, чтобы оживить, он не до конца понимает, что значит «погубить» и для чего я должен губить её, почему это правильно, и как она вдруг оживится, душа, если я её погублю, и что для этого нужно делать. И вот для того, чтобы над этим стихом порассуждать, я хочу немножко издалека зайти и обратиться к Священному Писанию и поразмышлять. И вы знаете, с тех пор, как Господь дал вкусить такое состояние, такое чувство, вкусить то значение того, что сделал Он на Голгофском кресте, мне всегда хочется в каждом слове подчеркнуть это значение. Мне всегда хочется подчеркнуть роль того, что сделал Иисус Христос. Не роль человеческих усилий и стараний. Я сегодня вовсе не хочу говорить о том, что человеческие усилия и старания ничего не значат, ничего не стоят. Но я хочу сегодня подчеркнуть две крайности человеческих усилий и стараний, в которые может впасть человек, который желает исполнить Слово Божие. И первая крайность она такая, когда эти усилия пытаются применить вместо того, что сделал Иисус Христос. Но никто никогда не говорит, что я сейчас буду стараться, и эти старания буду применять вместо того, что сделал Христос. Обычно это выглядит так. Мы принимаем то, что сделал Иисус Христос, мы верим в это, но мы тоже должны стараться, вот так мы говорим. Но при этом мы встаем в одну как бы линию, в одну строчку с тем, что сделал Христос. Мы берем себе, к примеру, 10%, мы же скромные люди, мы не претендуем на большую долю, ну к примеру, 10%. А 90% Христос сделал, а 10% сделал я. И мы вместе участники этого спасения. Вместе мы что-то сделали со Христом, и мы пытаемся делить славу Божью за то спасение, которое Он подарил мне и тебе. Мы пытаемся разделить эту славу с Ним. Вторая крайность — это когда человек пытается противопоставить вот эти усилия, о которых я говорил, человеческие, и жертву Иисуса Христа, и сделать их как бы конкурентами. Как будто бы то, что сделал Христос, это важно, а то, что усилия человеческие, это не имеет никакого значения, и сталкивают их между собой, и делают их конкурентами. И вот такая мысль очень часто звучит через устав проповедников, так называемых харизматических проповедников. И вот эти две крайности, обе крайности эти, они очень опасны, потому что и та, и другая крайность, они черпают аргументы для своего утверждения, казалось бы, в Слове Божьем. Но давайте постановимся поподробнее на этих крайностях. И вот я так думаю, что первая крайность, отчасти она известна каждому христианину, пожелавшему искренне служить Господу. И вот искренность человека, который хочет служить Господу, и добрая совесть, она и определяет то время, в которое эта крайность, скажем так, ярко выражена в человеке. И она становится выражена в нём только в духовном детстве, потому что искренность и добрая совесть, она не позволяет дольше задержаться от этой крайности. И вот искренность и добрая совесть, она также и определит главную роль усилий и стараний человека. И главная роль, она какая будет? Изначально она применяется для чего? Чтобы быть совершеннее. Мы усиливаемся, мы стараемся, чтобы быть совершеннее. А в конце выходит наоборот, из-за этих усилий и стараний мы видим, чем мы больше стараемся, тем мы дальше той цели, которая изначально была обозначена для нас, с которой мы старались эти усилия применять. И мне на память приходит такой пример священного Писания, когда женщина, которая обнаружила, что она больна, и она начала применять усилия. У неё были определённые средства, и она начала эти средства тратить. Но когда она все эти средства издержала, то оказалось так, что от той цели, ради которой она их издерживала, чтобы излечиться, она оказалась ещё дальше. Написано, она пришла ещё в худшее состояние. Она увидела, что она больна, начала применять усилия, начала тратить средства. А когда они закончились, когда она всё использовала, все средства, она оказалась дальше от той цели, к которой стремилась. И вот эту роль человеческих усилий и стараний определяет искренность и добрая совесть. Она подводит человека к такому состоянию, что он вместо того, чтобы обрести совершенство, видит себя полностью несовершенным. Вместо того, чтобы стать сильным, он видит свою немощь. Вместо того, чтобы исполнить священное Писание, он видит себя, он и там неправ, он и тут неправ. И это состояние, оно даже вводит его в отчаяние в определённой мере. И вот это главная роль усилий человека, искренне пытавшегося исполнить Божий закон. И вот согласитесь, что эта роль, она вовсе не претендует на роль того, чтобы разделить славу за Иисусом Христом. Когда человек видит себя в таком отчаявшемся состоянии, он вовсе не пытается никакие 10% себе присвоить. Он даже процентов себе не хочет присваивать. Потому что он видит, что ему одно только ощущается, что ему плохо и стыдно в этом состоянии. О какой славе может идти речь? И тем более, о какой конкуренции может идти речь с Иисусом Христом, когда ты находишься в таком разбитом состоянии. Но это и есть главная роль человеческих усилий и стараний, которые определяют как раз-таки искренность и добрая совесть. Я сегодня на этом хочу делать упор. Это как пришёл Иоанн Креститель перед Иисусом Христом, чтобы приготовить путь для Него, чтобы приготовить народ для Него. Но Иоанн Креститель никогда не претендовал на роль Иисуса Христа. А впоследствии Иисус Христос не говорил ничего плохого о Иоанне Крестителе. У них было у каждого своё служение, и никто из них не претендовал на служение другого. И вот эта роль усилий и стараний человека, она как раз для этого и предназначена, чтобы приготовить сердце человека к принятию благодати, к принятию вечной жизни, к принятию спасения. И теперь хочется перейти ко второй роли усилий и стараний. Это уже после принятия драгоценного дара благодати. Очевидно, что такие усилия и старания вовсе не для того, чтобы помочь Иисусу Христу спасти. Потому что человек, когда принял благодать Божью, он уже на сто процентов отдал эту славу Иисусу Христу. Он принял этот дар благодати. Человек такой, он уверен о себе, что он такой же слабый, немощный и беспомощный. Но также он в это же самое время уверен, что несмотря на все это, на свою немощь, беспомощность, слабость, он уверен, что он спасен за счет Иисуса Христа, за счет крови Иисуса Христа. Он омыт его кровью. Вот где слава, принадлежащая Христу. Сто процентов славы отдает Христу. А в чем же тут тогда человеческие усилия и старания? В чем они проявляются? Они проявляются в том, чтобы сохранить эту жизнь, которую даровал Христос, сохранить эту благодать. Но вот тут очень важный момент возникает. Человек, который применяет эти усилия, эти старания, он хранит вечную жизнь. Он уже не временную жизнь хранит. Он уже получил дар, который гораздо превосходит и выходит за рамки временной жизни. Временная жизнь, она включает в себя все ценности временной жизни. Каждая из временных ценностей этой жизни, она подчинена в этой временной жизни. И временная жизнь, она дороже любой из ценностей временной жизни. она их совокупляет, она в себя включает все эти временные ценности. Но когда человек имеет вечную жизнь, она становится для него дороже всех, любой из временных ценностей, она дороже самой временной жизни. И вот видите, эти человеческие усилия и старания, которые применяет человек, уже познавший истину, он уже черпает эти усилия, эту силу не в себе самом, он черпает эту силу в радости, осознании, чем он владеет. И тут опять же включается сила Иисуса Христа, нашего Господа, потому что Он этот драгоценный дар благодати даровал. И в этом свете я сегодня хочу рассмотреть этот стих, как бы заканчивая уже, который гласит так, «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Только тот может губить свою душу, только тот может губить временную жизнь, без сожаления растрачивать ее, который обладает более высокого порядка ценностью, который обладает вечной жизнью, которую вручил ему Иисус Христос, который получил эту вечную жизнь от Господа. Когда он владеет ею, он может это сделать. А пока он не владеет этой ценностью, для него непонятно, что значит погубить свою душу. Он думает, ну как я могу ее погубить? А что я взамен получаю? Как я ее оживлю? Но когда он имеет эту благодать, когда он имеет эту вечную жизнь, когда он имеет отношение с Господом, когда имеет ценность превосходящую, когда ему несложно отказываться от того, что дешевле, в пользу того, что дороже. И за все это слава Иисусу Христу. Вот тут уместны человеческие старания, человеческие усилия, там, где есть откровение о том, что сделал Иисус Христос. И тут вся слава Ему, и все усилия человеческие, они как бы человеческие, но в то же время они неразрывно связаны с осознанием того, что сделал Иисус Христос. Они черпают силу уже не в человеческой природе, они черпают силу у Иисуса Христа в небесах. Слава Ему за это. Аминь.